Торжественная церемония открытия фестиваля «Великое русское слово» состоялась в Ялте. В летнюю столицу полуострова съехались почетные гости из многих регионов Российской Федерации. Среди них и председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин. В честь открытия фестиваля прошел грандиозный концерт. О том, как это было, расскажут наши журналисты. Все начинается именно здесь, в легендарном месте не только для Крыма, но и для всего мира – Ливадийском дворце. В белом парадном зале, где в 1945 году лидеры трех держав определяли основы мирового порядка, сегодня вновь весомое событие – открытие российского исторического общества в Крыму. Думаю, что в этой аудитории не нужно долго говорить, насколько тесно история Крыма и России связана между собой. И эта связь не только формальная, географическая, она глубинная, духовная, я бы даже сказал, ментальная связь. И сами эти стены, стены этого дворца всегда будут напоминать нам о значении Крыма в истории России и о значении нашей страны в защите и обеспечении мира на земле. Из Ливадийского дворца в Ялтинский концертный зал «Юбилейный». За считанные минуты до начала торжественного мероприятия председатель Государственного совета Республики Владимир Константинов подписывает соглашение с председателем Загонодательного собрания Ростовской области. Мы искренне делаем это от всего сердца, не для галочки, поверьте, абсолютно. У нас много намерений, очень много вопросов, которые совместно будем решать. Мы постараемся быть абсолютно полезными и для Государственного совета, и для Крыма, и для жителей Крыма. В концертный зал «Юбилейный» полон зрителей. На сцене одну за одной перелистывают страницы истории русского Крыма. И начинается она в Херсонесе, где князь Владимир крестил Русь. Как связующее звено между историческими персонажами на сцене возвышается корабль. С него на крымскую землю вступает Екатерина II, которая своим указом присоединила Крым к России. Открывается фестиваль в день 215-й годовщины со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Великий русский поэт и писатель предстаёт перед зрителями вместе с изящной музой. Постепенно действие превращается в бал. И вот уже в Крым вместе с семьёй прибывает последний русский царь Николай II. Полуостров был для династии горячо любимым местом. События развиваются стремительно. Революция, коммунистический режим и Великая Отечественная война. Отважные моряки держат оборону Севастополя. Застывшие в камне герои войны уже наше время и новое поколение, которое защищает памятник от современных революционеров. А после совершенно новая страница в истории – референдум и вступление Крыма в Россию. Для всех россиян чувство солидарности с крымчанами стало одновременно и чувством национального единения и национальной гордости, стимулом для дальнейших больших свершений. В истории Крыма открыта новая страница и только от нас с вами зависит, какой она будет. По мнению исполняющего обязанности главы республики Сергея Аксёнова, именно русский язык сплотил всех крымчан. Я горжусь тем, что мы сегодня в этом зале вместе, сегодня честь и хвала нашему великому и могущему русскому языку, который объединил нас для достижения нашей великой цели. Поздравляю вас со всей души. Фестиваль «Великое русское слово» стал бастионом борьбы за русскую культуру и язык, считает председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов. На наших глазах слово стало делом. Именно русский дух, который был сбережен в Крыму, в том числе и благодаря вот таким фестивалям, обеспечил нашу победу быструю и бескровную. Важность проведения фестиваля и его роль в сохранении славянской культуры на полуострове отметил и представитель президента России в Крыму. Фестиваль «Великое русское слово» продлится до 12 июня. В его рамках запланированы конференции, творческие встречи, концерты и множество других мероприятий.